Вы в том порте, вы знаете, но задолженность не гасите. В поисках лучшей жизни этот мужчина поменял работу и уже двух жёны. Вроде бы помнит о детях от предыдущих браков, но всё же долг по алиментам накопился. Молодой отец уверяет, зарплаты не хватает, жильё съёмное, личного имущества нет. Но по закону приставы имеют право проверить все места нахождения должника и его имущественное положение. Сотрудники проходят в дом, наша съёмочная группа остаётся за забором. Юль, давай зайдём вон туда, и там будет не общественное место, и там они не умеют. Судебные приставы могут описать имущество должника. В этом случае из подходящего только старый телевизор. На всю остальную технику у его новой супруги есть документы о приобретении. У должника имеется задолженность по алиментам в размере более 100 тысяч. В данный момент было проверено его имущественное положение, в ходе которого был наложен арест на его имущество на телевизор. У должника есть 10 дней для того, чтобы хозяйствовать самостоятельной реализацией этого имущества. Если ходатайство не поступит, то имущество будет передано для принудительной реализации. А мужчина, который живёт в этой квартире, один из рекордсменов. Вряд ли, конечно, он этим гордится, но он не платит алименты своему уже 15-летнему ребёнку с 2014 года. Задолженность составила 465 тысяч рублей, до настоящего времени не погашена. И по второму исполнительному документу порядка 100 тысяч рублей. Если домочадцы не смогут показать документы о приобретении, приставы унесут из дома ноутбук, телевизор, микроволновку и даже мебель. Таких должников в регионе тысячи. Средняя сумма, которую каждый недоплатил своим детям – 130 тысяч рублей. В 2018 году на исполнении белгородских судебных приставов находилось более 17 тысяч исполнительных производств взыскания алиментной задолженности. Это почти на 2000 больше, чем в 2017 году. Всего судебные приставы в прошлом году взыскали более 148 миллионов рублей задолженности по алиментам. В случае невыплаты долга нерадивые родители будут нести ответственность как административную, так и уголовную. Виктор Лукьянчиков и Виталий Петренко. Программа «Такой день» на канале «Мир Белогорья».